Награждение победителей Третьей Всероссийской премии за верность науке прошло в Московском Доме Музыки. Событие было приурочено ко Дню Российской Науки, который ежегодно отмечается 8 февраля. Открыла церемонию вручения премий Ольга Васильева, министр образования и науки России. Она отметила, что популяризация науки также важна, как и сама научная деятельность. Третий год подряд Министерство образования и науки является изначально основателем этой премии за верность науке, которая посвящается людям, не только преданным науке в своей научной деятельности, но и людям, которые пишут о науке, которые популяризируют науку. Это и наши уважаемые журналисты, это наш уважаемый бизнес, который вкладывает в развитие российской науки. И поэтому здесь, конечно, кроме премий, которые будут, безусловно, адресованы нашим крупным ученым, будут и премии, которые популяризируют науку. Потому что, как говорил в свое время Великий Капица, без популяризации науки человечество бы, наверное, жить не смогло. Лауреатом в номинации «Популяризатор науки-2016» стал академик РАН Андрей Залезняк. Он доказал подлинность слова о полку Игореве, прервав тем самым спор между литературоведами, длившейся более 200 лет. Награду получает супруга Андрея Анатольевича Вилена Дмитриевна Батучина. С Новым годом! Лучшая радиопрограмма «Гранит науки» на радио «Эхо Москвы». Премию за лучшую телепередачу получил телеальманах «Черные дыры, белые пятна» канала «Культура». Итак, так получилось, что нам было «Черные дыры, белые пятна». Вы знали, вы знали. Дорогие друзья, с праздником всех, с сегодняшним замечательным праздником Днём Российской науки. И нам тем более приятно получить сегодня эту награду для нашей программы, потому что в этом году программе «Черные дыры, белые пятна» исполняется 15 лет. Статуэтку в виде звезды за лучший онлайн-проект о науке получил сайт «Постнаука», рассказывающий о современной фундаментальной науке и учёных, которые её создают. Журнал «Наука и жизнь», выходящий с 1890 года, стал лучшим периодическим печатным изданием. Журнал действительно старейший научно-популярный журнал в России. Он издаётся с 1890 года, и непрерывно он издаётся уже в 84 года, с 1934 года. Он выходил во время войны, он выходил во время всех кризисов. Я надеюсь, что он будет выходить и дальше, и будет радовать и наших детей, и наших внуков, и правнуков. И, по-моему, это будет здорово. Вы услышали, как бьётся в моё сердце. Красивая наука – лучший фотопроект. Проект существует только полгода. Мы запустились этим летом. Это две недели в лесу, в прямом смысле этого слова, на берегу Волги, с четырьмя микроскопами и 15 великолепными ребятами, биологами, геологами, фотографами, дизайнерами, которые просто так решили потратить свои отпуска, свои каникулы на то, чтобы просто приехать и фотографировать. Они сейчас присутствуют в зале. Если вы не против, я попрошу их подняться. Конечно! Пусти, присты, не граждане, ребят. Премия за верность науке учреждена Министерством образования в 2014 году и вручается уже третий раз, чтобы поддержать современное научное движение, особенно среди молодёжи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова